Долгожданный ремонт дороги для жителей по улице Гоголя обернулся большим разочарованием. Еще неделю назад актюбинцы радовались замене дорожного полотна, пока со старым асфальтом не пропал и свежий воздух в их домах. Раскуроченные канализационные колодцы теперь днем и ночью источают ужасный запах. Но и это не единственная проблема. Жители улицы в целом недовольны проектом реконструкции. Вонизма у нас такая на улице сильная. Расковыряли колодцы. Теперь хотят дорогу поднять на 40 сантиметров выше. Потом, когда если поднимут дорогу, у нас вся вода будет во дворах. И у нас будет потом. Потом аж вода пойдет на Байсеитову улицу, туда ближе к кладбищу старому. Вот такие дела. А им говоришь, они говорят, у нас проект. Все. Ремонтные работы здесь начались 1 августа. Но жители до сих пор так и не знают, кто именно несет ответственность за этот участок. Получить разумный ответ от рабочих у жителей тоже не получается. По словам актюбинцев, те ведут себя крайне негативно. Телефон начальства не дают, на вопросы не отвечают. Не знаем. Грубо обращаются эти ребята, которые работники. Мы наемные работники. К нам претензий никакие. Ну, пожалуйста, дайте нам номер хотя бы телефона. А ловите, стойте их. А когда они будут, не будут, это все. Делайте, ребята, это же вы сломали ковшом. Пожалуйста, сделайте. Мы не будем делать. Я говорю, пойду в милицию, полицию. Что нам твоя полиция сделает? Ничего не сделает. Вот и все. А как теперь я и бабушка там одна, вот с этого колодца. Мы должны вдвоем нанимать людей или сами должны делать это? Сейчас жители этой улицы рискуют остаться и без канализации вовсе. Еще до начала ремонта жильцам предоставили выбор – подключиться к новой системе канализации или оставить все как есть. К тому же инженер по канализации уверял актюбинцев, что подключаться к новой системе им не обязательно. К слову, получить комментарий от отдела ЖКХ по этому вопросу не удалось и нашей съемочной группе. Уже на протяжении нескольких дней сотрудники этой организации, которая содержится, кстати, на народные деньги, отказываются выходить на связь с журналистами. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова